Всем привет! Это программа Мир, и я и ведущая Томила Марханова. Добро пожаловать на мой канал про впечатления, которые я получаю от искусства, от жизни, от городов, от еды и вообще от всего на свете. Сегодня будет выпуск про одну мою любимую тему, но подождите, чего-то не хватает. Секундочку, секундочку. Так-то лучше. И как вы могли догадаться, сегодня моя программа будет посвящена известной мексиканской художнице Фриде Кало. У меня на канале есть рубрика, которая помогает немножко понять личность человека. Это биография за две минуты. Я оставлю вас на растерзание этой рубрики, и вы узнаете краткую биографию Фриде, которую я, конечно же, уместила в две минуты. Поехали! Фриде Кало. Великая мексиканская художница, одна из икон феминизма. Фриде Кало появилась на свет 6 июля 1907 года в семье потомственного фотографа Гильермо Кало, немецкого иммигранта с еврейскими корнями. Мать Матильда была испанкой с примесью индейской крови. В 6 лет Фриде заболела полимелитом. Из-за болезни правая нога усохла и стала короче левой. Короткую ногу ей приходилось прятать под брюками и длинными юбками. 17 сентября 1925 года Фриде чудом выжила в страшной аварии. Автомобиль, в котором она ехала со своим приятелем, врезался в трамвай. Стальной пруд проткнул живот и вышел через пахту, а забедренные кости оказались раздробленными. Фриде получила повреждения подвиночника, многочисленные переломы ребер и ног. Около года девушка провела в больнице. Для Фриде смастерили уникальную подставку для картин, позволяющую писать лежа. Над кроватью висело большое зеркало. Единственным, что Фриде видела каждый день, была она сама, поэтому ее творчество началось с автопортретов. Набравшись смелости, Фриде показала свою работу знаменитому художнику на то время Диего Ривера. Он высоко оценил ее талант, Диего назвал ее прирожденной художницей. В 1922 года Фриде вышла за него замуж. Ривере на тот момент было уже 43 года. Друзья шутливо называли их брак союза между слоном и бабочкой. Фриде разделяла интерес мужа к идеям коммунизма. Она была членом Мексиканской коммунистической партии, зачитывая с трудами Маркса, Ленина, Сталина и Зиновьева. Восхищалась Троцким, болезнила, восприняла его высылку из Советского Союза. А в 1937 году они с Риверой дали приют Троцкому и его жене. Боли в позвоночнике мучили Калла всю жизнь. Ей постоянно приходилось носить специальные корсеты. За свою жизнь она перенесла 30 тяжелых операций. Фриде Калла ушла из жизни 13 июля 1954 года. Причиной смерти стало воспаление легких. Я была в Нью-Йорке, исполняла свою давнюю мечту посмотреть на Ван Гога, на его «Звездную ночь». И когда я, проходя мимо Фриде Каллу, посмотрела на нее, то я, как говорится, не смогла пройти мимо. Я увидела ее две картины, и я почувствовала, что это моя энергетика. И когда я подошла к Фриде, угадайте, что произошло. Произошел контакт, который меня просто захватил. Я не знала вообще ничего ни об ее биографии. Я, конечно же, видела ее изображение. Знаете, этот канал, я называю каналом для тех, кто думает, что Далия – это сыр. Иногда кажется, да, что искусство требует какой-то специальной подготовки. И я надеюсь, что мои видео будут вам каким-то подспорьем к этому. Потому что я всегда начинаю как? Я смотрю на картину, она меня трогает, я начинаю вовлекаться. Потом нахожу какие-то фильмы биографические, документальные. И уже понимаю, что все, я с этим художником буду дружить. Я буду смотреть на его картины. Потому что, когда знаешь контекст, когда знаешь его историю, намного лучше воспринимается изображение. Потому что это всегда какая-то история жизни, рефлексия, может быть, какие-то заказы. Но почему мы любим картины галереи? Потому что это запечатленные личности художников, их энергетика, их душа, которые можно почувствовать даже несмотря на время, словно они так законсервированы. К сожалению, с музыкой так не происходит. Да, у нас есть записи, да, у нас есть диски. Но именно вот этот живой контакт у художников есть такое преимущество перед музыкантами. Итак, Фридочку я нашла сначала в Нью-Йорке. После этого я знала, что у нас с ней случится большая любовь. Поэтому я как бы готовилась. Я себе не давала сразу туда в омут с головой, как говорится. И я начала знакомство с ее жизнью, с ее творчеством через художественный фильм. Сейчас я вам покажу его трейлер, и вы немножко будете иметь про него представление. Фрида Калло была одной из самых необыкновенных женщин своего времени. Сеньор Ривера! Диего! Кто вы? И что вам нужно? Я хочу обсудить с вами одно важное дело. Хорошо, поднимайся. Нет, вы спускаетесь. Я пришла ни кокетничать, ни флиртовать. Если мне не хватает способностей, я займусь чем-нибудь другим, чтобы помогать родителям. Слушай, если ты думаешь, что я стану спать с тобой только потому, что ты взял меня под крыло, ошибаешься. Я рисовал фрески и спал с женщинами до твоего появления. За фасадом любви. Мы должны пожениться. Но ты же в брак не веришь. Конечно верю. Я дважды был женат. За Диего и Фриду. За фасадом славы. Вы тоже художница, миссис Ривера? Просто убиваю время. Она талантливее меня. Увидите? За фасадом безумия. Диего не принадлежит никому. Он самый лучший друг и самый ужасный муж. Я предупреждал, кто я, когда ты за меня выходила. Да. И обещал быть преданным. Тайна одной из самых желанных. Почему с ним, Фрида? Потому что мы хотели. Ты разбила мне сердце. Больно, правда? И самых загадочных женщин не только нашего, но и всех времен. Люблю вашу живопись. Сельма Хаек, Альфред Малина, Антонио Бандерас, Валерия Галино, Эшли Джатт, Мия Маэстро, Эдвард Нортон и Джеффри Раш. За Фриду! Фрида! Режиссером этого фильма стала Сальма Хаек, она же исполнительница главной роли. Мне очень понравилось все в этом фильме. С самой первой секунды, когда начинают петь женщины таким надрывным испанским голосом. Это пробирает до мурашек, и ты понимаешь, что будет очень больно, сильно, но это не оставит тебя равнодушным. И в этом фильме мне понравилось то, что они, во-первых, показали очень круто ее биографию. Подобрали актеров, максимально похожих на исторических персонажей. Вот, посмотрите, это вот сама Фрида, ее муж, ее отец, ее сестра, Троцкие. Все они очень похожи. Потом, сравнивая их, удивляешься работе художников по гриму, по костюмам. Вообще в этом фильме все совместилось на высшем уровне. Музыка, актерская игра, сценарий. Но, впрочем, сценарий писать особо не надо было, потому что сама Жень Фриды, она такая очень кинематографична. Но мне понравилась очень композиция, как они решили это все, как они внедрили эти картины из ее жизни в художественную картину, когда картина словно застывшая, и она оживает. Эти моменты мне очень понравились, и я попросила своего монтажера, который выглядит точно так же, как я. И он является мной, да? Сделать вам подборку этих моментов, когда настоящая картина Фриды оживает в фильме. Музыка. 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 Надеюсь, уход будет радостным, и я никогда не вернусь, Фрида. Продолжение следует... Фильм, скажу сразу, для взрослых. Там отражены ее трагичные отношения с ее мужем, который не хранил ей верность и очень сильно ее ранил. Это все показано. Она словно выплескивала свою боль в своей картины. Конечно, никому не пожелаешь такой судьбы, таких сильных травм, боли. Но то, как она их прожила и выплеснула на холст, помогая другим людям, как бы видя, как это произошло, что боль превратилась в нечто прекрасное, пройти через, может быть, какие-то свои переживания, свои. И, во всяком случае, я так почувствовала себя. И вот эта вот ее страсть к жизни, она меня поразила. Можно было сдаться вообще на любом периоде ее жизни. В шесть лет она уже болела полимелитом. Но она была жизнерадостная, она была дерзкая, она была крутой пацанкой, она прям жила на полной. И говорили, что она курила много, пила текилу, у нее было много беспорядочных связей, она там пела похабные песни, у них дом постоянно разрывался от гостей, от вечеринок. Ну, что вы хотели от неординарных и великих людей? Они как бы и творят на полную, и живут на полную, и ошибаются на полную, и боль у них в три раза сильнее происходит. Может быть, поэтому они такие великие личности, что они смогли столько всего через себя пропустить. После того, как я посмотрела фильм, я с удивлением и радостью обнаружила то, что к нам в Чикаго привозят целых 26 ее картин в течение всего лета. Мне удалось побывать на этой выставке аж четыре раза. Я бесконечно рада, что ее привезли, что ее так классно оформили. Они сначала сделали там такой вот холл, большие фотографии, ее история жизни, таймлайн. Они сделали репродукцию ее кровати, они сделали репродукцию ее нарядов. Это все было не оригинал, было написано репродукцией ее корсетов, которые ее поддерживали. На протяжении жизни ей приходилось ходить в стальных корсетах, чтобы ее сломанный позвоночник не развалился. И можно иметь представление, какого она была телосложнения, роста. На самом деле она была небольшого роста, около 160 сантиметров. И все ее отношения, ее семейная история, ее вот эта вот большая катастрофа с автобусом, ее жизнь с Диего полностью была показана в фотографиях. Ну, основная часть, это, конечно, 26 ее работ, и мне удалось посмотреть на самые невероятные, крутые ее работы. И я, когда увидела ее автопортрет, я расплакалась. Я даже, у меня есть видео, где я плачу. Я первый раз вижу вред, но он так близко. О май гад, как невероятно. Это как с фонгогом, то что не там же. Как с фонгогом. Вообще, это круто. Нереально. Я, как истинный фанат, оделась в ее стиле. Знаете, как и бывает же на рок-концерты, люди ходят в своих футболках, да, там металлика написана, там пинг флойд. А я прям такая одела ободок, юбку, и прям истинный фанат Фриды пришла, и она меня так тронула, она так меня тронула. Я рада, что мне удалось посмотреть живую на ее картины. И они привезли 26 работ из музея Ольмедо в Мексике. Я вот вам показываю, какие картины там были. Это картины первого ее, как бы, ряда. То есть они знаменитые, они везде использованы, эти репродукции везде можно найти. Максимально сделали вовлеченный такой вот экспириенс, который можно прожить и почувствовать себя вот в мире этой великой художницы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, как будто они оставили все так, что вот сейчас она придет Ее вещи, там шляпа Диего висит И можно окунуться в эту атмосферу И мне очень-очень хочется туда поехать посмотреть И, конечно, я хочу посмотреть на ее знаменитые картины, которые мне еще не удалось увидеть Надеюсь, скоро это получится Сами картины Фриды, они могут показаться такими непонятными Какой-то набор непонятных предметов, вообще никак не связанных между собой И если поиграть в игру, вот попробуй назвать эту картину Окажется, что это вообще другое название Я вам хотела сделать небольшой дайджест 11 картин, которые рассказывают про жизнь Фриды То, что я видела, я вам буду говорить, что я видела это вживую Чтобы вы поняли, насколько они символичны Насколько они глубоки Это не просто она нарисовала Ну, я себя нарисовала, как есть Там брови у меня сросшиеся, да Я их тоже срастила на картине И вот вы так меня будете узнавать Нет, на самом деле каждый период своей жизни Каждую травму, каждое какое-то такое потрясение Оно выливалось в эту работу И сейчас можно даже почувствовать эту боль, надрыв Несчастье какое-то, но в то же время надежду Стремление к жизни И веру в людей Вот, что самое удивительное, да После стольких предательств мужа Она все равно верила в людей лучше Итак, поехали 11 картин Фриды Первая картина, это автобус Я ее видела на выставке Timeless Которая прошла у нас в Чикаго Именно этот день перевинул жизнь девушки День аварии Эта картина, возможно, то, что Фрида увидела в последний момент перед аварией От изображения исходит ощущение спокойствия, словно затишья перед бурей Есть также версия, что художница изобразила пассажиров, похожими на своих близких Отец, сестра, кормилица Вторая картина, это Фрида и идея Гури Вера В фильме показано, что это как будто их свадьба На самом деле она была нарисована по заказу одного мецената Изображает Фриду и ее мужа В то время Фрида не считала и не была еще признанной художницей В контексте времени, конечно, мы понимаем, что Фрида это великая художница А Диего Риверу мы знаем просто как, ну, это была часть ее жизни Диего не вызывает такой интерес, как она сейчас А в то время Диего был очень знаменитым художником И она воспринимала себя как спутница этого великого человека Как его муза, как его соратница Как же время расставило все на свои места Третья картина, это картина больницы Генри Форда Они с Диего тогда жили в Америке, где Диего работал над американскими заказами И она переживала серию выкидышей Из-за слабого здоровья она не могла вынести ребенка Фрида изобразила себя на больничной кровати в луже крови Вокруг себя на артериях, соединенных с ее животом Она изобразила объекты, отражающие ее боль Ребенок, потерянный при выкидыше Улитка, как символ неудавшейся беременности Часть туловища и кости таза, оказавшиеся слишком слабыми, чтобы выносить ребенка Розовая орхидея, цветок, который подарил ей Диего Четвертое Моя кормилица и я Эта картина, по мнению Фриды, считается лучшей в ее творчестве После рождения дочери мать художницы заболела, поэтому ее кормила индейская няня Фрида Кауа гордится этим фактом Для нее очень важна связь с Мексикой, с предками, со своими корнями Кормилица изображена мощной женщиной Она словно символизирует собой опору Себя художница изображает ребенком со взрослым лицом Словно показывая, что и во взрослой жизни она ощущает эту опору Я видела эту картину, и зеленый фон, он тоже символизирует опору А внизу есть изображение насекомого, которое прикидывается веточкой Но на самом деле это насекомое, которое уже рождается взрослым Поэтому это такая связь Она родилась уже со взрослым лицом И здесь вот это насекомое тоже, которое рождается взрослым Такая вот интересная связь Две Фриды Эта картина, она большого размера И она сейчас в Мексике находится Я очень хочу на нее посмотреть Эта картина связана с кризисом в отношениях с Диего Одна из Фрид одета в такой мексиканский наряд, который он любил А вторая облачена в белый наряд викторианской эпохи Который он отверг Обе из них несчастные, одиноки Из раненого сердца Одно на двоих кровоточит и теряет свои жизненные силы Вообще, любовь с Диего Она была несчастной И она говорила всегда, что в ее жизни произошло две аварии Одна с автобусом, другая с Диего Следующая картина это «Сломанная колонна» Эту картину я увидела тоже вживую Она мне очень сильно понравилась В 1944 году здоровье Фриды резко ухудшилось Художница испытывает сильные боли в позвоночнике И вынуждена носить стальной корсет Она страдает физически и духовно Но тем не менее продолжает писать Сломанная колонна как нельзя лучше отражает ее состояние на этот период Боль во всем теле так сильна Словно сотни маленьких иголок вонзились в ее плоть Она ощущает себя сломанной Словно колонна Внутри ее держится вертикально только благодаря корсету По щекам лются слезы И лишь в отражении зрачков можно разглядеть белого голубя надежды Про что я и говорила Надежда она всегда есть Даже если это ноль, запятая Ноль, 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 ноль Один процент Что все будет хорошо То нужно держаться за это Потому что все реально будет хорошо Такая вот мотивация от Фриды И от ее маленьких голубков в глазах Следующую картину я тоже видела Она называется Без надежды Когда Фриду заставляли кушать врачи Потому что она очень сильно теряла вес А ей нужны были жизненные силы Чтобы бороться с болезнями Она нарисовала эту картину Для меня не остается ни малейшей надежды Все движется во времени соответствия с тем Что диктует живот Именно эту фразу художница оставила на обороте картины В это время Фрида сильно похудела И врачи назначили ей диетические режимы Чтобы она набрала вес Это сильно удручало Фриду Ей ничего не хотелось Она лишь продолжала писать Словно оставляя на холсте всю свою боль Автопортрет с обезьянкой Именно возле него я устроила истерику От восторга Поплакала Пофоткалась И ходила туда много раз И это моя Она была самой центральной картиной Очень красивая Такого классного размера Я даже купила себе постер И повесила у себя дома Фрида часто рисовала свои автопортреты с животными Обезьяна для Фрида символизирует Верного друга, который заменяет ей ребенка Которого она не смогла иметь Гвоздь это обман Собака, освященная для ацтеков животное Этой картиной Фрида говорит, что перестала верить мужу И видит поддержку совсем в другом Следующая картина это Цыпленок Несмотря на свое такое легкое название Она отражает большие-большие переживания Которые естественно были от ее мужа Диего В этой картине цыпленок это ее муж Себя художница изобразила в виде букета Окутанного паутиной боли и сомнений Как известно Диего часто изменял Фриди Она так и не смогла к этому привыкнуть И каждый раз сильно переживала Этой картиной она хотела показать Что Диего похож на дутого важного цыпленка Она же во власти его влияния Запуталась в паутине своих чувств Любовь ей приносит больше боли, чем счастья Результатом этого было творчество Фриды И не знаешь как лучше, как хуже Как было, так и было Нам остается только это принять как данность Следующая картина, которая меня очень сильно поразила Которую я увидела на выставке Она называется всего лишь Пара царапин На ней изображен случай, который Фрида прочитала В газете Это история про мужчину, который зарезал Многочисленными Наживыми ранениями свою подругу И когда его задерживали Он сказал Это же ничего особенного Всего лишь пара царапин Здесь она провела метафору И аналогию с ее жизнью с Диего Который наносил ей такие же ножевые удары Своими изменами И никогда не признавал свою вину И говорил, что это ничего особенного Для него этого не было ничего особенного Он говорил, что это всего лишь пара царапин Но Фрида сама была изранена обманами И страдала от этого очень сильно Еще интересно, что сама рама Она вся утыкана ножевыми такими дырочками И в каждой дырочке есть красная краска Потому что даже сама рама кровоточит От такой вероломности и обмана Последняя картина Это портрет Фриды Калла Но это не она рисовала автопортрет А это работа ее мужа После того, как она уже умерла Это посмертный портрет Фрида скончалась в 1954 году Диего изобразил ее в виде сердца Из которого фонтанами хрещат кровь Эти портреты он говорит Что Фрида – любовь всей его жизни Однако это не помешало Диего Жениться еще раз В этом он весь к жизни Диего Относился гораздо легче, чем Фрида И это ощущается в его работах в полной мере Все ее картины очень автобиографичные Они показывают ее реальность Ее назвали Ее причисляли к сюрреалистам Но она сама ненавидела ее И она говорила сама Они думали, что я сюрреалист Но это было не так Я никогда не рисовала сны Я рисовала собственную действительность Жизнь всегда интереснее любого фильма А фильм по жизни, который был интереснее фильма Интереснее жизни в три раза Надеюсь, вы поняли мою завернутую мысль Вот так вот я знакомилась с Фридой И, конечно, знакомство не останавливается Есть коммерческое использование ее имени Потомки Фриды дали согласие Одному бизнесмену, который начал выпускать всевозможные товары С ее именем, лицом От ювелирных украшений до пива И сейчас проходят разные выставки Ее работы возят по миру Примерно ее работы сейчас оцениваются в 7-8 миллионов долларов Они ставят рекорды по своим продажам Фриде Кало Она не оставляет никого равнодушным Ее образ настолько яркий, что он отпечатывается абсолютно всем Даже кто далек от мира искусства Говорит, о, это та женщина с бровями Не знаю, там, с усами С винком В ярком обличье И мой дом полон всяких штучек с Фридой Я их коллекционирую Мне это очень нравится И для того, чтобы создать фон сегодня Мне особо ничего не надо было делать В описании моего видео я всегда оставляю полезные ссылки Я оставляю ссылки на фильмы Куда можно дальше посмотреть, пройти Еще больше поизучать ее историю Послушать людей, которые про нее рассказывают Искусствоведы Если вот такой легкий уровень вам прошел хорошо Можно уже дальше погрузиться еще больше Узнать подробности ее биографии И проложить дорожку от ее творчества к своему сердечку И поселить ее у себя И наслаждаться ее талантом Вот такой вот получился выпуск Надеюсь, вам понравилось Я старалась уложить все свои эмоции Я постаралась донести вам свое расположение Свое восхищение ей Потому что то, как она продолжала жить Продолжала говорить вива лавида Да здравствует жизнь Несмотря на все ее трудности На все ее испытания На все, что выпало на ее долю Все равно чувствуется какая-то жизнерадостность Как говорится, жизнь одна Прожить ее нужно на полную Ну, конечно, со знаком плюс Поэтому не будем совершать ошибок Будем брать только лучшее Что дали нам наши предыдущие поколения Вот с таким вот настроем С таким хорошим подъемом Я заканчиваю этот выпуск На самом деле я очень-очень хотела давно это снять Я собирала знания по крупицам Вот так вот боялась расплескать Они словно вот здесь у меня собирались И сегодня я их вот вам выдаю Подписывайтесь на мой канал Напишите в комментариях Какого следующего художника вы ждете на моем канале В описании к этому видео Вы найдете мои предыдущие выпуски Про Чикаго, которые я снимала На улицах Чикаго Про самый необычный музей Америки Тоже интересно посмотреть Вообще пустить в свою жизнь искусство Никогда не поздно И никогда не рано Если, может быть, в детстве не удалось это сделать Не было доступа Сейчас есть возможность Есть онлайн ресурсы Есть каналы, как мои И в любой момент вы можете поехать в музей Начать изучать Все начинается с каких-то маленьких первых шагов И я рада быть вашим спутником в этом мире Потому что я тоже интересуюсь Тоже открываю для себя И нахожу невероятную радость в том Чтобы погружаться в мир искусства В мир талантливых людей И брать по щепотке у каждого Собирать это внутри И кайфовать Поэтому я очень рада, что вы досмотрели до конца Подписывайтесь на мой канал Сделайте так, чтобы красная кнопка стала серой Ну, конечно, не ваша жизнь Пусть ваша жизнь из серы становится яркой Классной, красной Любого цвета, которого вы захотите С вами была я, Тамила Марханова Я вам очень признательна И до скорой встречи на моем канале Всем пока-пока! Сегодня мой выпуск будет посвящен Прекрасной Фриде Фанаткой, которого я Прекрасна И как вы могли догадаться Сегодня мой выпуск будет посвящен Впечатлениями Поехали! Вообще, мой канал для непрофессионалов Потому что профессионалы, они все знают Я знала, что у нас с ней случится большая любовь И до скорой встречи на моем канале Всем пока-пока!